Страх — это сигнал о невозможности реализовать желание, и первое, что должен сделать человек, — это найти и устранить причину невозможности. Если причина не может быть устранена или сигнал об опасности игнорируется человеком, то включается режим автоматического устранения опасности. Опасности, но не причина. Человек в данном случае теряет контроль над своими действиями и живет как бы на автопилоте. Этот режим характеризуется завышенным нервным возбуждением, и его можно назвать злостью. Наверное, вы замечали, что злой человек постоянно всего боится, а трусливый становится злобным. Страх и злость неразлучны. А теперь давайте рассмотрим этот механизм на примере каждой из чакр. Трансформацией космической энергии в энергию жизни занимается первая чакра, которая расположена в области копчика. Желания, которые она генерирует, связаны исключительно с процессом жизнеобеспечения физического тела. А именно, желание дышать, есть, пить, выводить отходы, поддерживать тепловой баланс и целостность физической оболочки. Первая чакра контролирует процесс жизни ежесекундно. Если все в порядке, то желания не проявляются, и человек о них даже не задумывается, направляя энергию на другие более высокие задачи. Но если возникает желание первой чакры, то человек бросает все дела и занимается исключительно решением своих низших задач. И это обосновано потому, что только имея здоровое физическое тело, человек может выполнять свое предназначение. Если же исполнение желания невозможно, то человек начинает страдать и в конце концов станет защищать свою жизнь, отбросив все принципы этики и морали. Чем сильнее воля человека, тем дольше он способен терпеть страдания и не выходить за рамки человеческой этики. Но перед угрозой смерти ломается любая воля. Давайте на примере, чтобы было понятнее. Человек хочет есть. Он заканчивает работу и идет обедать. Если еды нет, он идет ее искать. Какое-то время он терпит, испытывая голод. Но когда голод начинает угрожать жизни, человек превращается в зверя и способен украсть еду и любить животное, чтобы его съесть. Разумеется, речь идет об очень сильном голоде, который в современном мире люди практически не испытывают. Сытый человек может сколько угодно осуждать поведение голодного, но сам он, будучи доведен до смертельного голода, поступит так же, потому что, когда включается программа защиты жизни, все другие программы выключаются. Или точнее, начинают работать исключительно на первую. Другой пример. Например, человек встречается с диким зверем, который хочет есть. Опасность включает в человеке ресурсы организма, которые в обычном состоянии человек сам задействовать не может. В этом же состоянии человек способен перемахнуть через трехметровый забор, залезть на дерево или убежать со скоростью олимпийского чемпиона. Когда все уже позади, он зачастую не может вспомнить, как все произошло, потому что сознание в этот момент было отключено, и тело работало на автомате. Но если спастись бегством нельзя, то включается активная защита, агрессия, и человек пытается уничтожить источник опасности. Мы часто чувствуем желание первой чакры, однако мало кто знает, что такое страх первой чакры. Но вам, Оксана, он хорошо известен. Да, когда задыхаешься. Казалось бы, пора уже привыкнуть, но каждый раз ужас такой, что можно сойти с ума. Давайте пойдем дальше. Остальные чакры работают по этому же принципу. Желание второй чакры – получение всех видов удовольствия. Человек должен в полном объеме получать удовольствие для всех органов чувств. От вкуса, еды, запахов, звуков, красоты и тактильных ощущений. Конечно, излишества вредны, но удовольствия в необходимых количествах работают для наполнения тела определенными видами энергии. Без них жизнь будет неполноценна. Если человек не получает хотя бы одного из необходимых удовольствий, то вторая чакра включает сигнал об опасности. Но этот сигнал человек воспринимает не так болезненно, как угрозу жизни, поэтому его легче проигнорировать, и частенько люди доводят себя до злости второй чакры, которая проявляется как брезгливость. Да-да, Оксаночка, брезгливость – это сигнал об огромном дефиците энергии второго уровня в энергетическом теле человека. И решить эту проблему можно очень легко. Просто позволив себе маленькие радости жизни, вкусную еду, приятные запахи, настоящую живую красоту и естественные звуки. Но чаще современный человек пытается решить проблему брезгливости методом устранения из жизни раздражающих его вещей. Таким образом, проблема не решается, а только усугубляется, потому что это не восполняет недостаток энергии. Чувство брезгливости создается внутренним состоянием, а не внешними образами. Тут важно отметить такой момент. Я не случайно назвал живую красоту и естественные звуки. Дело в том, что… Ох, об этом тоже нужна отдельная лекция, а то я сейчас уйду от темы и не расскажу о других чакрах. Давайте по порядку. Третья чакра – чакра воли. Желание этой чакры испытывать признание и уважение. Если человеку начинает казаться, что его недостаточно уважают, значит, по какой-то причине возник дефицит энергии воли. Включается сигнал об опасности. Этот страх многим из нас знаком как робость, неуверенность в себе. Если человек ищет причины своей неуверенности во внешнем мире, он с легкостью их находит. Ему кажется, что в его состоянии виноваты те, кто более удачлив, более богат, более красив и много еще каких более, он может назвать. Подобные поиски не приносят успокоения третьей чакре, а только усугубляют ее страх, который проявляется агрессивно в виде зависти, жадности, раздражительности. Если у человека достаточно силы, то он начинает захватывать власть над другими людьми, думая, что таким образом добьется признания и уважения. Но чем выше он взбирается, тем больше его ненавидят менее удачливые захватчики настоящего уважения, которое, так необходимо третьей чакре, он так и не получает. Если же в свои силы человек не верит, то он старается найти себе сильного покровителя, с помощью которого надеется получить энергию власти и уважения. Для этого приходится служить покровителю, отдаваться в его власть. Таким образом, человек отказывается от проявления своей воли, становится невольником, а это лишь увеличивает дефицит энергии воли, вызывая в человеке агрессию, которую он изливает на более слабых, а при удобном случае направит ее и на своего покровителя. Оксана с ужасом слушала это повествование. Ей казалось, что Василий Сергеевич рассказывает про нее. Она вспоминала путь своего восхождения к должности президента компании. Сначала она была под покровительством отца, который вел постоянную скрытую войну со своими как бы партнерами, которые подобострастно улыбались ему в лицо на оперативке и злобно обсуждали его в комнате для курения. После смерти отца Оксана поняла, что или она их, или они ее. Она полностью заменила состав руководства компании на своих людей, но в последнее время и на их лицах она тоже начала замечать гримасы лести, которые говорили о том, что за ними пытаются скрыть обиду, зависть и ненависть. «И что же делать?» – воскликнула Оксана. «Как вернуть себе волю? Как вернуть волю тем, кто ее лишился?» «Ах, если бы я знал ответ на этот вопрос», – покачал головой Василий Сергеевич. «Теоретически все просто, надо выполнять только свою волю, никогда не навязывать своей воле другим». Но разве это возможно в современном мире? Но давайте пойдем дальше. Четвертая чакра генерирует энергию любви. Дефицит этой энергии создает у человека страх одиночества и невообразимую тоску. Ощутив этот страх, человек начинает искать того, кто будет его любить. Но чтобы любить, необходимо генерировать энергию, а не просто создавать видимость любви с помощью приятных слов и действий. Рано или поздно фальшивка будет обнаружена, и дефицит энергии заставит вновь начать ее поиск. Человек, способный излучать любовь, может осветить жизнь многих людей, дать им радость и смысл. Но если он не научит их самостоятельно генерировать эту энергию, они останутся навечно зависимыми от него, как от источника тепла и света. А любая зависимость лишает человека воли, даже если виновник этой зависимости искренне любит всех вокруг и желает всем только добра.